В эфире телеканала Десна ТВ Новости. В студии работает Олег Соловьев. Здравствуйте! Сегодняшние главные темы. Акция «Сад памяти» в Десногорской детской художественной школе. Очень сильно рада поучаствовать в этой акции, потому что она, ну это живой памятник, во-первых, и она вечна. Соревнования по дзюдо для юных спортсменов. Никто не хочет выступать, никто не хочет поддаваться. Все стараются выявить. Мюзикл «Цветик-семицветик» в Центре культуры и молодежной политики. Настоящее волшебство идет от сердца. Как это от сердца? Вот сама и узнаешь. Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этом году к ней присоединилась Десногорская детская художественная школа. Очень сильно рада поучаствовать в этой акции, потому что она, ну это живой памятник, во-первых, и она вечна будет. Вот дети будут потом приходить, которые выпустятся в следующем году, к своим этим деревьям. И я так думаю, что будут гордиться тем, что они сделали. 28 апреля воспитанниками художественной школы было высажено 10 кустов сирени. По задумке руководителей саженцы образуют аллею вдоль дороги, ведущей ко входу в учреждение. Все работы были проведены учащимися самостоятельно. Подушевились даже самые юные ученики. Кто пришли, они с радостью. Ну, у них есть еще какое-то стеснение, вот, такой вот массовый стиль какой-то. Ну, а так с радостью. Цель международной акции «Сад памяти» – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем Великой Отечественной войне. Ежегодно открытое первенство по дзюдо, посвященное Дню космонавтики, прошло 28 апреля в спортивной школе города Десногорска. Мы поборемся в честь этой знаменательной даты. Вы здесь сегодня проявите свой характер, покажете свое мастерство. В соревновании принимали участие спортсмены от 8 до 10 лет. Для некоторых из них это первый выход на татами. В бою они учатся выполнять броски, совершать удушающие и болевые захваты, удерживать соперника на татами. А для опытных дзюдоистов это еще и возможность отработать новую технику и приемы. Я подлезаю под мышку, и дальше там, они же на меня хотят наступать, а я в это время контролирую ноги и делаю бросок. Среди участников были и девочки. Для 8-летней Риты это соревнование не первое. За спиной уже большие победы, и схватка с мальчиками ее ничуть не пугает. Мне страшно, я буду стремиться, чтобы я победила. Всего в первенстве участвовали 44 спортсмена. Дзюдо – это не только сила и ловкость, но еще и терпение, потому что победа не дается легко. Те, кто усвоил эту науку, заняли призовые места и получили кубки и медали. 29 апреля в Центре культуры и молодежной политики был представлен мюзикл «Цветик-семицветик». В мероприятии приняли участие ведущие хореографические коллективы города. Такое событие было приурочено к Международному дню танца, который отмечается 29 апреля. Мюзикл «Цветик-семицветик» в исполнении танцоров – это вольная интерпретация по мотивам одноименного сказочного рассказа. Добавив произведение уникальности, участники события старались сохранить и смысл сказки. А именно добро, взаимовыручка и помощь друг другу. Мюзикле приняли участие более 20 творческих коллективов Десногорска. В конце выпуска о погоде 6 мая в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 8. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!